Большая реконструкция битвы за Днепр пройдет уже завтра в Шипуновском районе на фестивале «Днепровский рубеж». О главных событиях далее. Сейчас в этом поле под Шипунова тишь да гладь, но уже 24 августа она превратится в место большой военно-исторической реконструкции. 1943 год, хутор Чубаровский, битва советских и немецких войск. Готовят у нее участники клуба «Боевая колесница». Шипуновский район выбрали не случайно. Шипунова по количеству героев Советского Союза занимает одно из первых мест в крае, если не первое. Опять же из этих героев Советского Союза, из 10-8 получили это звание за Днепровскую операцию. В большой битве примут участие 300 человек. Алтайский край, Бердск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Стомск, Тюмень. Пустят вход БТРы, Студебекеры, грузовики ЗИС-5, легковые, ГАЗ-67. Одна из изюминок – противотанковая пушка ЗИС-2, которую советские солдаты между собой называли «Прощай, Родина». Пушку делали, сколько мы ее, полгода делали. И сделали мы ее в честь памяти нашего земляка, артиллериста Ивана Артемовича Никишина. Это был единственный человек в Шипуновском районе. Он награжденный Орденом Славы. И он участвовал в Параде Победы 1945 года. Создатель макета Владимир Политов в стороне не останется и во время самой реконструкции. Будет воевать за Красную Армию наводчиком оружия. Также со мной участвует мой внук. Он этим загорелся тоже. Ну а мы вот что восстанавливаем. Хоть она и немецкая техника, но все равно это же история наша. А в бою мы с ним встретимся. Я думаю, что мы не промахнемся. Вернуться на 70 лет назад все желающие смогут уже завтра. Начало реконструкции в 11.00. Не пропустите. Владислав Кириенко, Татьяна Дроздова. Новости.